Учитель 4-й средней школы города Куча Восточного Туркестана более 11 месяцев содержится под стражей. Примечательно, что в прошлом году Мухаммед Турсун Даим был выбран лучшим учителем и получил награду на призовой сцене. Согласно информации, опубликованной пользователем Facebook на странице Уйгурия Альп, учитель был арестован китайскими полицейскими в апреле прошлого года. Чтобы уточнить данную информацию, репортеры радио «Свободная Азия» связались с руководством школы по телефону. Руководство школы не отрицало, что Мухаммед Турсун был арестован, но воздержалось от предоставления подробной информации, ссылаясь на то, что это государственная тайна. Мухаммед Турсун Даим являлся учителем химии с 25-летним стажем. Всемирный уйгурский конгресс заявил, что Китай хочет взводить на Италию обвинения в связи с коронавирусом. Данное заявление было опубликовано на официальной странице Конгресса. Ложь и дезинформация, тщательно продуманная Китаем, распространяются без остановки. И это не впервые, так как коммунистическая партия Китая отрицает и то, что свыше 3 миллионов жителей восточного Туркестана содержится в лагерях перевоспитания. Заявление было опубликовано после того, как информационное агентство Global Times, подконтрольное Китаю, издало статью о ситуации в Италии. Согласно большому количеству информации, начиная с ноября прошлого года, в Италии наблюдалась эпидемия неизвестной пневмонии, симптомы которой очень похожи на симптомы коронавируса, пишет Global Times. В свою очередь, мировое сообщество осудило Китай из-за допущений в мерах по борьбе с эпидемией и попытках скрыть информацию о текущей ситуации в стране. В ответ на действия Коммунистической партии Китая президент США Дональд Трамп назвал коронавирус китайским вирусом. Большинство экспертов считает, что вирус распространился с рынка диких животных в Ухане. На брифинге, организованном посредством видеоконференции, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш сообщил, что в рамках борьбы с эпидемией коронавируса направил лидерам «двадцатки обращений», в котором подчеркнул, что развивающиеся страны нуждаются в огромной поддержке. Подчеркнув, что обращение было не только для спасения финансовых центров, но и рабочих мест, поддержки народа и увеличения помощи для развивающихся стран вдвое, Гутерреш сообщил, что на этой неделе планирует провести телеконференцию с лидерами G20. Американский Сенат во второй раз отклонил программу стимулирования экономики в ответ на эпидемию коронавируса, предложенную администрацией Трампа. Сумма предложенного пакета составила 2 триллиона долларов. Законопроект, который обсуждался между республиканцами и демократами в течение нескольких дней и должен был получить поддержку как минимум 60 сенаторов для того, чтобы быть представленным на общем собрании, набрал 49 голосов. В предварительном голосовании 46 демократов выступили против данного предложения, что вызвало недовольство среди республиканцев. Представители республиканской партии обвинили демократов в попытках направить ресурсы на проблемы, не связанные с эпидемией, такие как окружающая среда, климат и энергетика. Демократы обвинили республиканцев в чрезмерном снабжении крупных компаний и игнорировании потребностей страны в области здравоохранения. Тюркский мир продолжает борьбу с китайским вирусом. Первой из стран тюркского мира, где был зафиксирован коронавирус, стал Азербайджан, в котором должны были пройти матчи УЕФА-2020. В связи с эпидемией чемпионат перенесен на 2021 год. В Киргизстане также было объявлено чрезвычайное положение. В настоящее время в стране подтверждено 14 случаев. Отменены все авиарейсы и железнодорожное сообщение, за исключением еженедельных рейсов из Москвы в Бишкек и Ош. Все учебные заведения будут закрыты до 8 апреля. Для того, чтобы справиться с падением цен на нефть и экономическими проблемами, связанными с коронавирусом, президент Казахстана Касымжумар Тукаев приказал государственным компаниям начать сбыт иностранной валюты. Узбекистан принял решение закрыть все границы. Столицу страны оцепили под карантин. Все случаи заболевания коронавирусом, за исключением одного, были зафиксированы в Ташкенте. Движение общественного транспорта приостановлено. Покинуть страну разрешается только иностранцам. В Турции жертвами вируса стали 37 человек. Количество инфицированных выросло на 293 и составило 1529. Министр здравоохранения Фахреддин Коджас заявил, что начато массовое производство масок и респираторов. Министр здравоохранения Фахреддин Коджас